Президент Турции и принимал, подчеркиваю, именно принимал по личной просьбе Пашиняна его в турецком доме. И именно поэтому Пашинян пошел на удар по своему имиджу, потому что он встал с президентом Турции, взял его книгу, сфотографировался, это вызвало шквал отрицательных эмоций в армянском обществе. И понятное дело, президент Турции после этого выступил и сказал, что Пашинян движется в нужном направлении и рассчитывает на помощь Турции. А на какую помощь Турции может рассчитывать Пашинян? А если кто-то из армянских экспертов выходит и так наивно с утра до вечера, старается внушить своему обществу на и антопонизации заниматься, что Турция и Азербайджан у них какие-то нестыковочки. У них могут быть нестыковочки совершенно в каких-то разных других кейсах. Но в теме армяно-азербайджана конфликта у Турции с Азербайджаном нет никаких нестыковочек. Здесь одна стратегическая политика. Одна. И они бьют эти две стороны в одну точку. Как два этих лидера, так и два общества. Однозначно. Ни туда, ни сюда. Поэтому однозначно, и Пашинян об этом прекрасно знает. И именно поэтому он пришел туда. И поэтому президент Азербайджана не ездил туда. Потому что если он поехал бы туда, тогда возникает возможность, они должны будут встретиться. А зачем им встречаться, если еще ничего не готово? Значит, он приехал туда, и ему популярно что-то объяснил президент Турции. И вот посмотрим, что из этого получится. Во всяком случае, я очень позитивно воспринял то, что Пашинян пришел в турецкий дом. Встретился вот так с президентом Турции. И я не сомневаюсь, что президент Турции популярно ему объяснил, что надо сделать для того, чтобы ему, я имею в виду, Пашинян, его личной власти было хорошо, для того, чтобы улучшить отношения с Турцией, в том числе, на которые он очень стремится. Потому что отношения Турции с Арменией невозможны, невозможны ни в каком виде без подписания, без улучшения отношений с Азербайджаном. Если кто-то думает, что фактор Азербайджана в турецком общественном дискурсе, общественно-политическом дискурсе, на таком же уровне, как фактор Турции в общественно-политическом дискурсе Азербайджана. Однозначно. И это не касается именно того, что здесь эти два лидера находятся, президент Эрдоган и президент Ли. Да, фактор этих руководителей сыграл большую роль в налаживании, привели к тому уровню взаимоотношений между двумя странами, между двумя обществами. Но здесь намного больше других моментов, которые заставляют, заметьте, тот же Калыч Дароглы проиграл в первую очередь вот эти голоса на этих выборах, потому что он неправильно повел себя касательно Азербайджана, возбудил себя лишнее в общественном дискурсе. И это турецкое общество, это отторгло, потому что есть вещи, которые говорить нельзя, это красные линии. Поэтому точно так же взаимоотношения Армении с Турцией, напоминаю, как это была футбольная дипломатия, помните тогда, это еще тогда, что Карабах был у Армении, тогда еще оккупированные территории были, не было Второй Карабахской войны. Но несмотря на то, что Азербайджан выразил недовольство, эта дипломатия закончилась, хотя ее продвигали те же американцы в том числе. А здесь однозначно, без Азербайджана, тем более в ее нынешней ситуации, с этим успехом, который есть у Азербайджана, и с той геополитической ситуацией, которую вот мы сейчас видим, как формируется, и с той значимостью Азербайджана, как вот на этой географической карте, я не думаю, что Армения может что-то сделать без улучшения взаимоотношений с Азербайджаном. Я думаю, именно это ему популярно и объяснял президент Турции. Вот за что я люблю своих соведущих, и особенно Рамеза Юнуса, я вот написал в тайм-коде, на что намекал Эрдоган, и хотел спросить, думаю, ну к следующей теме перейду. Спрашивать не пришлось, вы ответили. Но я спрошу про другое. Вы видите американский контекст в этой встрече? Пашинян-Эрдоган, и встреча первых леди была с Джилл Байден. То есть есть ли тут американский контекст? Ну в определенной мере, в определенной мере он есть, тем более если первые леди встречаются, как вы сами понимаете, да? Потому что первые леди встречаются, это, понятное дело, Турция здесь присутствует. Азербайджана нету, и поэтому надо опустить планку, да? То есть Байден, и поэтому и не присутствовал здесь. И исходя из этого, роль Америки здесь не ключевая. Роль Америки не ключевая уже постольку поскольку. Я так понимаю, что еще чуть-чуть, и Америка просто забудет про этот кейс до конца президентской кампании. Потому что они понимают, что сегодня мало осталось, месяц остался. И в этой ситуации давить надо на Армению, на Азербайджан невозможно. Вот именно поэтому, я так понимаю, президент Турции, я думаю, вот объяснил это все Пашиняну, чтобы он понимал. Если тебе нужна бумажка, эта бумажка тебе больше нужна, чем Турции и Азербайджану. Эта бумажка нужна американцам в том числе, поэтому делай то, что тебе говорит Азербайджан. Если ты этого делать не будешь, ты этой бумажки не получишь. Азербайджан спокойно может подождать до конца президентской кампании. Потому что, в случае того, если останется нынешняя администрация, Азербайджан будет продолжать дальше работать с этой администрацией, с тобой, и продвигать свою повестку дня. Но если эта администрация поменяется и придет Дональд Трамп, тогда Пашиняну вообще ничего не свидетельствует. Тем временем в Азербайджане открылась новая сессия нового парламента в мире Меджелиза. Выступил президент Азербайджана Эльха Малиев на этой сессии. И самое цитируемое, пожалуй, из его речи, это то, что задачей номер один для Азербайджана является наращивание военной мощи и создание современного ВПК. Наращивание военной мощи и создание современного ВПК, так или иначе, это по приборке к войне. Какой войне, да, поверьте с Азербайджаном? Вы знаете, я уже долго думал, думал, какую же фразу можно будет получше придумать. Но лучшая фраза, чем «Если хочешь мира, готовься к войне». Вот нельзя вот так кратко охарактеризовать вот этот тезис, который был озвучен президентом Азербайджана. На самом деле Азербайджан с первого дня завершения этой военной кампании, я имею в виду 9-10 ноября 2020 года, а потом уже после контртеррористической операции год назад, вот все эти почти 4 года Азербайджан регулярно с первого дня начал проталкивать вот этот мирный договор на основе уставов, на основе вот этих пяти пунктов. Потому что сразу мы, то есть мы получили свою, да, мы получили свою, нам на самом деле вышли границам Армении. Ну, она условная граница, да, поэтому однозначно, значит, нам нужно с ними вести какие-то переговоры, чтобы в конечном итоге прийти к какому-то документу, где будет там и делимитация, где будет и демаркация. И если это приведет к каким-то улучшению нашего взаимоотношения, значит, это приведет и к открытию всех коммуникаций. Ну, в принципе, в основные те документы, которые были заложены 4 года назад, вот этот трехсторонний документ, да, но, как вы сами понимаете, этот трехсторонний документ был настолько несовершенен, да, и там у разных стран были разные интересы, и в первую очередь у той же России, да. У России совершенно другие планы были, она хотела, думала, ну, допустим, мы дали Азербайджану возможность 95% освободить, ну, вот эти 5% мы задержали за собой, и мы постараемся из этих 5% дальше-дальше снова нарастить свой успех, да, потому что мы оттуда уже не уйдем никуда. Это планы были России, и таким образом мы будем влиять и на Азербайджан, и на Армению. Как они, в принципе, все эти 30 лет делают, да, и какая разница, какой размер этой территории. Главное, чтобы быть в этом процессе, да, вот. Вот, поэтому, а у Азербайджана другие же цели и задачи, и у Армении другие, а поэтому Армения тогда сделала вот эти вначале ставку на ту же Россию, и, естественно, вспомните, как тогда у Пашиняна не было больших проблем с той же Москвой, он тогда не разговаривал вот теми тезисами, что сегодня, вот. А Азербайджан, наоборот, понимал, что это такая партия в долгую, и вы живой свидетель, мы регулярно в эфире вашего канала, и говорили, я лично регулярно вам говорил, что КПП будет установлено на Лачинской дороге, и разрушение произойдет, если добровольно они пойдут на это. Потому что, в конце концов, я азербайджанец, я знаю пульс азербайджанского общества, азербайджанского политического эстеблишмента, я понимаю чаяния моего народа, я знаю, что мы хотим, что мы будем делать, и чего мы не будем делать. Вот, поэтому, исходя из этого, я прекрасен в том, что второго такого шанса мы уже никогда никому не дадим. Мы доведем это дело до конца. И если 4 года назад там так называемые российские миротворцы пришли с нашего разрешения туда, в той ситуации, когда мы вынуждены были их туда пустить, мы знали о том, что они оттуда уйдут. Я лично вот я знаю об этом, потому что мне говорили об этом на самом высоком уровне. На самом высоком уровне компетентные люди, которые имели понимание той ситуации. Надо было набраться терпения, потому что идет партия такая, очень серьезная. Это очень серьезная партия, и тут вовлечены не только Армения и Азербайджан. Поэтому здесь надо очень грамотно, грамотно набраться терпения и шаг за шагом делать свои правильные ходы. Другое дело, я смотрел на позицию Армении, я посмотрел на позицию той же России, а тут еще Россия пошла на такую стратегическую ошибку на российско-украинском фронте. Естественно, после этого какие могут быть разговоры, когда ты уже просто пользуешься ошибками той же России, ты пользуешься ситуацией вот этой геополитической. А Армения в той ситуации, в которой она 30 лет была неправильной, она же даже не распорядилась правильно после 20-го года, ноября. Она даже и тогда не стала вести. Он же как действует? Он действует ситуативно. Вот он сегодня действует на проблемы с вами. Он даже не то, что стратегически просчитывает, он даже тактически не реализовывает какие-то цели и задачи, которые ему надо поставить. Шарах у него они какие-то. То в Москву, то в Иран, то в Брюссель, то в Соединенные Штаты Америки. Поэтому у него нет никакой системности в защите интересов своей страны. А в чем интересы своей страны, он даже сам не знает. Он внутри своей страны посмотрит, сколько раз менял повестку дня. То с одной карты уходит, то мифическая Армения, то реальная Армения, то поменяю Конституцию, то не поменяю сейчас, то в 27-м году и так далее и тому подобное. И сейчас вот посмотрите, и пришел на поклон к президенту Турции. Никуда не, потому что он понял, других вариантов нет. Куда бы ты ни бежал, ты должен идти именно договариваться с президентом Азербайджана, с президентом Турции. Потому что на карте у тебя с этой, с другой стороны эти две страны. И у тебя других вариантов. И у тебя именно с этими двумя странами нерешенный конфликт. И у тебя с этими двумя странами территориальные претензии. И у тебя нет с этими двумя странами дипломатических отношений и закрытой границы. Так не решив эту проблему, тебе никакой Иван из Москвы, никакой Мишель из Парижа, никакой дядя Сэм из Вашингтона не поможет. Никакой. И он это понял. Крутился, бегал, как уж на сковородке. Но вот он пришел в конечном итоге к этому пониманию. Поэтому, я думаю, у него еще есть время. У него еще есть время. Хотя это, опять же, я сейчас смотрю на это пессимистически. Бумажка какая-то, может быть, даже может быть на КОП-29. Я слушал его прямую речь. Он встречался здесь с армянской диаспорой в Вашингтоне. Очень была интересная беседа. Она есть там в Ютубе, посмотрите. И он там на очень такие многие несприятные вопросы прямым текстом отвечал. И когда его спросили, вы поедете на КОП-29, он говорит, мы еще не приняли решение. А знаете, почему мы не приняли решение? Потому что это результаты в этой президентской кампании. Вот в зависимости от результатов он и поедет. Победит Камала Харрис, например, он еще может быть выпендриваться. Он будет надеяться на что-то. Он рассчитывает на что-то. Простой вопрос, на что-то еще рассчитывать. За эти 4 года этой администрации им ничего не удалось. Если 4 года назад Азербайджану было труднее, тогда еще и русские там стояли, и в Ханкианде азербайджанского флага не было. И многое другое у нас не было. И Лачинский коридор еще не был, КПП. Этого всего еще у нас не было. Тогда вам ничего не удалось против Азербайджана. Я имею в виду нынешнюю администрацию. Сегодня что им удастся? Ничего не удастся. Международное право на нашей стороне. Мир вообще не занимается сегодня этими проблемами. Вы за уши притягиваете туда и американцев, и французов, чтобы они занялись. Французов мы вообще отсюда выгнали. Французы больше на войне не ступят в эту тематику. Близко не ступят. С французов вообще на Южном Кавказе не будет никогда. А если еще в Грузии военно-политический союз будет с Азербайджаном, с Турцией, Грузией, небо будет полностью закрыто для той же Франции. И не только для Франции. И будет закрыто для всего антиазербайджанского, антитурецкого. Грузинское небо будет закрыто. Однозначно. Потому что это будет военно-стратегическое партнерство. Грузия подключится к Шушинской декларации. Что-то вот в этом роде. Потому что Грузия тоже поймет, что не надо ждать подарков от донайцев, дары приносящих. Что они сделали? Они тоже предали Грузию, они предали Украину. Они предали Азербайджан. Вот Азербайджан поумнел, понял, что больше ни на кого рассчитывать не надо. Ни на Россию, ни на Европу, ни на Соединенные Штаты Америки. Рассчитывай на себя, на свое общество, на свой народ. Постройте хорошую армию. И найдите надежных союзников, которые за тебя пишутся в этой ситуации. Они в основном находятся в твоей географии. Смотри на географию. Вот и в этой географии я очень рад, что Грузия при всех правительствах разных, начиная с Эдуарда Шварнадзе, если взять, по сегодняшний день, значимость тандема Азербайджан-Турция вместе с Грузией, все это понимают. И оппозиция ваша понимает, и нынешняя власть это понимает. Вот в этом вопросе я рад, что у вас есть общество в грузинском, консенсус. У вас консенсуса нет в отношении России, консенсус Евросоюза, это уже ваша проблема. Мне главное, чтобы в этом консенсусе, в грузинском обществе у вас был единый консенсус. И слава богу, он есть, потому что грузины прекрасно понимают, они смотрят на эту карту. Если завтра это усилится, куда Армения денется? Она в тупике, да? Французы как будут отправлять свой Цезар туда, вот эти танки? Или много ли они им отправили туда? Посмотрите, другое дело, когда это делается, я сразу вспоминаю то, что делалось 30 лет назад с нами, то, что делалось с вами, то, что делалось с Украиной, а потом раз и на заклание дали. Но еще хорошо, у нас возможностей было побольше. У вас Черное море есть, у Украина граница прямая с Европой. А у Армении что там есть? И как она может выпендриваться в этой ситуации? До меня не доходит, понимаете? Поэтому он просто вот в силу того, что тоже случайный человек большой политики, тоже пришел туда и изначально как вел себя тот же Пашинян? Он же сначала же пошел в Москву, он же ничего антироссийского себе не позволял. Он был спокойным, он думал, все, он находится в армяноцентричной внешней политике России и как будто бы так и будет продолжаться. А потом раз тебе 2020 год. 2020 год, когда продолжился, он опять же держался иноционно на этой тематике, рассчитывал опять же на ту же Россию. А когда на него тихо-тихо стало доходить, он уже не знал, что делать. Он стал шарахаться из стороны в сторону. А зачем? Если можно было бы сделать 3-4 года тому назад то, что тебе сейчас заставляют делать, это сделаешь. И ты придешь к этому, потому что у тебя других вариантов нет. Ты же мог бы 3-4 года назад с Турцией и с Азербайджаном договориться. Хотя, с одной стороны, вот меня сейчас спросить, нам лично хорошо было. Потому что если бы он тогда бы пошел на понимание этого, тогда бы это как-то усилило позиции той же России и в том же Карабахе в том числе, и было бы потруднее их потом оттуда выгнать. Понимаете? Под аплодисменты отправить. Но зато вот он оттачился, и в результате этого получилось так, как получилось. Мы по максимуму выжили из этой ситуации все, что мы можем. И если он будет продолжать вести себя так, мы еще по максимуму, еще очень много выжимем из этой ситуации. Я вот здесь говорю опять же вам, придет время, опять же мы вспоминать будем, я вам говорю, Зангизурский коридор будет открыт. И он будет открыт на условиях Азербайджана. Он будет работать именно как экстерриториально. То есть я имею в виду, как Калининградский. То это суверенные территории той Армении. То есть Армения там будет, сама будет заниматься там, может быть, какую-то фирму наймет. Нас это не интересует. Самое главное, чтобы это работало бы так, как работает вот с Россией Кенигсберг. Как это идет. Вот точно так же здесь и будет. И это так и будет. Никто сегодня это остановить не сможет. Нету такой политической силы. Ни на Западе, ни в России, ни в Иране, ни в самой Армении. Потому что все заинтересованы вроде этого. Но все, которые заинтересованы, они понимают, что без Азербайджана это невозможно. Раз вы все хотите, значит надо удовлетворить первую позицию Азербайджана. А позиция Азербайджана вполне простая. Дайте мне вот эту экстерриториальную территорию. На входе и на выходе можете поставить что хотите. Но ничего проверять там не будет. Это именно так, вот как в Калининграде работает. И это вполне так это будет. И это будет. Просто это могли сделать 4 года там назад. А это ты будешь делать. За эти 4 года сколько ты потерял времени? Сколько возможностей? Азербайджан за это время что, стоял на месте? Единственное, что Армения еще глубже увязла в этой же России. Уже 16 миллиардов будет к концу этого года. И они думают, они думают, что это так легко, так легко. Россия так им спустит. Россия вообще ими не занималась. И Россия наоборот грамотно. Они думают, что они используют Россию. Вот эти страшилки. Пугая Россию, они бегают на Запад. Запад таким образом и подбрасывает какие-то копейки. Вот последний раз эти 250 миллионов, которые подбросил это USID. Ну и что дальше? Что 250 миллионов лучше, чем 16 миллиардов, которые из России, вы за год будете получать. Нет же? И поэтому он сегодня с этим золотым дождем, он купается, у него крыша поехала. Он думает, так будет продолжаться всегда? Так это же завтра за один день может этот краник закрыться. Что тогда будет делать? Это будет социальный взрыв. И поэтому здесь варианты разные могут быть. Дестабилизация внутри Армении. Переворот какой-нибудь. И военный в том числе. Поэтому он с такой охраной ходит. Боится за свою жизнь. Все это понимают. Но просто мы это понимая, мы постарались эту, как сказать, точку кипения перенести на территорию Армении. На территории Азербайджана этого всего нет. И не будет уже. И мы готовы даже к любому форс-мажору на территории Армении. И когда они там начинают им пичкать каким-то оружием, вот президент Азербайджан не просто так же, а открыто сказал. Мы знаем все, что где будет стоять. И при первой опасности для Азербайджана они будут уничтожены на территории Армении в рамках международного права. Того самого, который сегодня Украина реализовывает при фронтовой зоне с той же Россией. Это тоже в рамках международного права. Поэтому если кто-то планирует им поставить бесплатно какое-то оружие или за деньги кто-то Армению будет покупать. Армения должна 10 раз падать. Азербайджан это уже во время 44-дневной войны и во время того, когда занимали эти высоты, Азербайджан показал свои возможности. И то, что мы это сделаем. И что? Опять заседание Совета Безопасности заведете? Ну, это вы проводите. Там однозначно две стороны воспользуются правом ветром. И это будет Великобритания, это будет Китай. А если это будет выгодно, это еще и Россия проголосует против. Ну и что дальше? И что вы сделаете? Так не лучше же пойти поменять Конституцию, обратиться вместе с Азербайджаном в ОБСЕ, закрыть Минскую группу ОБСЕ. Покажите добрую волю. Понимаете, я вам, дорогой гелый, вот я вам скажу, я мониторю армянские каналы. Вот это Найан Тапан, Цивильнет, вот это все. А в огромном количестве надо знать барометр их общества. Вот у них проблема, что они не знают барометр нашего общества. Они стараются преподносить уропатриотизм или думают, что в Азербайджане в этой тематике есть два разных мнения. В Азербайджане одно мнение, у всего 10-миллионного народа, вот в этой тематике. А у них нет единого мнения. И поэтому вот у них разброт и шатание. И я вижу их барометр. Они на самом деле сегодня живут реваншизмом. Или же когда они говорят о мире, у них мир знаете какой? Нет, давайте декларацию менять не будем. Давайте вот тот, тот оставим. Они хотят какую-то лазейку оставить на предмет того, мы сегодня слабые, мы сегодня ничего не можем. Но мы не должны сегодня сдаваться. Мы должны сделать так, чтобы вот как во времена Советского Союза придет какая-то перестройка, и вот в мире что-то поменяется. И тогда мы хотим, тогда эту тему Карабаха снова можем поднять на повестку дня. Именно поэтому они вот в судах, там, тут, собирают вот эти все глупости, да? Тему Карабаха, возвращение, этнические чистки, так называемые. Вот эти все глупые разговоры они ведут. И когда люди эти разговоры озвучивают, и озвучивают на самом высоком уровне, как вы думаете, кто с азербайджанской стороны на официальном уровне, даже не на официальном уровне, поверит вот в эти сказки? И мы даже, вот я, например, неофициальный человек, я не верю ни одному их слову. Я, например, считаю, что если мы хотим добиться мира, мы должны готовиться к войне. Мы должны показать, что мы готовимся к войне, что у нас есть для этого все. И если при первой опасности мы повторим 27 сентября 2020 года, или контртеррористическую операцию 20 сентября прошлого года. То есть мы хотим, мы покажем вам нашу готовность к этому. И когда вы увидите нашу готовность к этому, может быть, вы будете мягче понимать и скорее придете к мирному договору. То есть позиция силы, да. Вы пугать хотите Азербайджану в нынешней ситуации? Что у вас есть для этого? У вас ни нефти, ни газа, ни денег. И у вас географии не такой нет. И у вас союзников таких нет. У вас Турции нет. У вас Пакистана нет. И у вас Израиля нет. Ну и как вот в этой ситуации вы собираетесь заниматься реваншизмом? То есть вот эти моменты им надо озвучивать. Они с утра до вечера талдычит, талдычит. Выдают желаемое за действительное. И, к сожалению, в армянском обществе это находит определенное понимание. Вот я вам говорю, опять же, какой-то там Сарбазан, он снова выйдет по площади будет бегать на днях. Снова начнут они бегать, снова начинают эту тему поднимать. И это, к сожалению, в экспертном сообществе, я считал этих людей более-менее серьезными людьми. Они как будто бы в Америку ездят, на английском языке разговаривают, на русском языке разговаривают. То есть как будто понимают идущие процессы. В отношении, допустим, американских выборов правильные вещи иногда говорят. Но как доходит до этого регион, они не могут выйти из вот этой, вот как Пашинян сказал, из мифической Армении. И они опять же начинают эти тезисы. А мы что, не слышим эти тезисы? Ну как я могу после этого верить человеку, который живет этими тезисами? И меня обвиняют совершенно в том, что я не делал. Азербайджан, что там занимался этническими чистками, и проводят параллели эти этнические чистки. Как армянское население уехало из Карабаха, сравнивает их с тем, что происходило во Второй мировой войне. Вот это ложь. Здесь, блин, ни один человек не погиб. Они все на глазах у всего цивилизованного мира ушли. Я уже не говорю, как они нас выгоняли. То есть, а сегодня, когда мы, более того, заметьте, в самом начале 100 тысяч было, потом сделали 120 тысяч, потом сделали 150 тысяч, а теперь уже суммы знаете какие? Ужас. И поэтому, когда вот начинают они нести афинею по поводу так называемого геноцида в 1915 году, в самом начале сколько тысяч было? А потом, когда Хрючев бросил эту тематику, пошло-поехало. Уже сегодня 2 миллиона, уже не говорят полтора миллиона. Несколько десятилетий назад было полтора миллиона. Сегодня уже 2 миллиона. А пойдите, поинтересуйтесь историей-то. А там вообще поднимите перепись-то. А там вообще сколько населения было? Там населения вообще даже не было полтора миллиона во всей этой Османской империи. Населения не было. А огромное количество еще там осталось. Ну, как можно вот такой афинею? И вот точно так же они вот сейчас эту ложь в основании ставят. Геноцид используют. Этнические чистки используют. Количество людей, которые оттуда покинули этот Карабах, увеличивают. Для того, чтобы лет через 50, через 100, когда никто не будет знать, да. И будут повторять вот эту афинею, да. И поэтому, когда они говорят о том, что, ох, вот как можно говорить так называемый геноцид. Да, так и надо называть, потому что не было этого геноцида. Если бы это геноцид был бы, тогда его признали бы как Холокост. И провели бы Нюрнбергский процесс. Как это сделали касательно евреев. Поэтому вы евреев и не любите. Потому что евреи вас не поддерживают на этой тематике. Потому что вы хотите показать, что то, что произошло в Османской империи, это то же самое, что было в Холокосте. А это не так. Это была гражданская война. Такая же, как в России. Белые и красные. Там тоже был геноцид? Да, зверства были. Но это не геноцид. Это гражданская война. И армянское население, которое там было. А что, генерал Андроник, это кто такой? Мирный армянин? Который полтысячи, пятьсот тысяч турецкого местного населения было уничтожено. А их кто убивал? Или инопланетян это делали? Это тоже была гражданская война. Между прочим, армянское население, граждане Османской империи, которые изнутри решили взорвать. Поддержали именно тех, кто выступал в Первой мировой войне против той же Турции. Это предательство было своего собственного населения. Но это я уже оставляю, а в другой стороне. Кто там прав, кто виноват. Но это была гражданская война. А то, что у нас произошло в Карабахе, это что было? Это был сепаратизм. Вы пришли, захватили нашу территорию. И вы выгнали сначала азербайджанцев с вашей территории. Началось в 87-м году в Кафане. А что вы говорите? Вы говорите о том, что это началось с событий в Сунгаите. События в Сунгаите исперировали комитетом госбезопасности. Руководил их человек по имени Григорян. Армянин был, который работал на спецслужбе. И это было в феврале 88-го года. А события в Кафане, в Аскеране, они были в конце 87-го года. Почему вы про это забыли? А куда делись эти 200 с лишним тысяч азербайджанцев из Зангизура? За течение двух недель. За две недели 200 тысяч с лишним людей. Спокойно могут покинуть эту территорию? С актами вандализма, с этническими чистками. Босиком. Не так, как вы ушли сейчас из Ханкианды. Под камеры, с врачами, с водой, со всеми делами. И вы про это вспоминать не хотите. А это хотите тычете в глаза и хотите преподнести, что это якобы были этнические чистки, что был геноцид. Вот эту ложь я каждый день вижу на их каналах. Дорогой Геннер Гелла. И когда я это вижу, как я могу вот так просто азербайджанец, мирный азербайджанец. Я на самом деле мирный человек. Но бесит же, когда ты это видишь. И ты хочешь после этого, чтобы кто-то из азербайджанцев выходил и с вами договаривался? Да, я готов договариваться. Но только на основании Устава Организации Объединенных Наций, где четко написано Карабаха территория Азербайджана. У вас в Конституции так написано? Да. Вы говорите о том, что это не важно. Давайте сейчас. Как это не важно? Как это не важно? Это для вас не важно. А для Азербайджана это важно. Вы же хотите со мной подписать мирный договор? Для меня это важно. Я не буду подписывать, если вы это не будете. Вы на меня давить будете? Как вы будете на меня давить? Я не хочу подписывать. Вот Советский Союз с Японией не подписывает десятилетиями. Потому что японцы говорят, это их территория. Русские не отдают им. А зачем японцы будут подписывать с ним? И никогда не подписывать не будут. И мы подписывать с вами не будем. А будем мирно вот так существовать, да? В рамках отсутствия дипломатических отношений, в рамках отсутствия мирного договора. И что дальше? Кто от этого выиграет? Вы в этом тупике географическом? Ну давайте пробуйте, посмотрим. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс.